Уважаемые коллеги, мы сегодня с вами обсудим проект государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, который долго и с напряжением готовился, не без труда. Но сегодня мы посмотрим на результаты. Главная цель программы, естественно, планомерное развитие важнейшей части нашей страны, причем ускоренно планомерная. В последние годы мы занимаемся улучшением качества жизни наших граждан и стараемся максимальное внимание уделять дальневосточникам, именно в силу того, что жизнь там трудная и в 90-е годы происходили очень сложные процессы, да и сейчас хватает проблем. Именно поэтому в рамках работы нового правительства мы начали с создания министерства по Дальнему Востоку. Все руководители страны, президенты, премьер, члены правительства регулярно совершают рабочие поездки в регион, чтобы лично следить за тем, как дела и как решаются накопившиеся проблемы. Действительно реализовано несколько очень крупных инвестпроектов, которые позволяют менять ситуацию к лучшему, включая такие крупные проекты, как две очереди нефтепровода. Восточная Сибирь, Тихий океан, автодорога Читах-Абаровск, у нас космодром Восточный строится. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить подготовку к саммиту ОТЭС, которая в конечном счёте имела своей целью не показать, что Дальний Восток красивый и благополучный, а сделать просто его более комфортным для наших людей. Надеюсь, что, как минимум, частично этой цели мы достигли. В состав государственной программы включены две федеральные целевые программы – экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Бакальского региона на период до 2018 года и социально-экономическое развитие Курильских островов на период до 2015 года. И 12 под программ, которые охватывают основные направления развития территории. Инвестиции должны быть вложены в транспортную, энергетическую и социальную инфраструктуру. Причём нужно стараться делать это без перекосов. Нам одинаково там нужны и дороги, и мосты, и порты, и в то же время школы, больницы, детские сады и, конечно, новые рабочие места. Вот это и должен быть итог реализации программы. Много было споров о финансировании. Мы выходим сейчас на общую цифру финансирования, которая, конечно, очень большая, беспрецедентно большая – более 10 триллионов рублей. Это колоссальная сумма, но она распадается на государственное финансирование, на заёмные средства, они также должны использоваться, и, конечно, на частные инвестиции. Ещё раз говорю, значит, вот об этом мы ещё обязательно поговорим дальше и проведём необходимые согласования. Что же касается расходов на ФЦП, то в настоящий момент эти расходы на период 2014-2020 года должны составить минимум около 250 миллиардов рублей. Очень значительная часть, большая часть финансирования – это внебюджетные средства или инвестиционные средства компаний. Поэтому серьёзную поддержку этим проектом должен оказать Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и другие институты развития. В конце прошлого года он был докапитализирован на 15 миллиардов рублей. Нужно начинать использовать этот ресурс. Для повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Байкальского региона готовятся изменения в налоговый кодекс. Они предусматривают налоговые льготы для новых проектов и в марте должны быть направлены в Государственную Думу. Подчеркну, что большинство механизмов льготного налогообложения начнёт действовать на региональном уровне. Понятно, что создание благоприятного делового климата, стимулирование экономического роста во многом зависит от работы губернаторского корпуса, от того, насколько конструктивно взаимодействие предпринимательского сообщества и региональной власти. Но правительство всё равно должно самым внимательным образом следить за активностью региональных властей и в случае необходимости вмешиваться в ситуацию, принимать необходимые решения, обсуждать существующие проблемы. Планируется модернизация транспортных магистралей, включая Транссибирскую магистраль и БАМ, строительство и реконструкция автомобильных дорог, аэродромов, морских портов. Это должно позволить переключить на восточные регионы часть грузопотоков по маршруту Азия-Европа-Азия, ну и получить новые источники доходов. Одна из главных целей программы «Принципиальное улучшение социально-демографической ситуации» на Дальнем Востоке. Каждый раз, когда мы приезжаем на Дальний Восток, порождаемся не только масштабом региона, но и, к сожалению, количеством людей, которые проживают там. Оно никогда не было, конечно, сверхъестественно большим. Плотности населения большой там никогда не наблюдалось. Это, в общем, одна из черт нашей страны. Но в любом случае, сегодня мы должны понимать, какие вызовы содержат в себя то, что сегодня 45% площади страны на этой территории проживает 7,5% населения России. Это должно просто быть постоянным, побудительным мотивом для принятия разных решений, и не только экономических, естественно. Медицинская помощь, образование, современное жилье, возможность посещать Центральную Россию – это именно то, что также должно происходить в рамках программы. И в конечном счете жители Дальнего Востока должны чувствовать улучшение качества жизни. Это важнейший приоритет. Также хочу отметить программу развития Курильских островов. Надо акцентировать внимание на конкурентных преимуществах территории, на богатейших биоресурсах этого региона, на туристическом потенциале. Известно, что в реализации совместных проектов заинтересованы бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Там нужно строить новые предприятия, новые рубзаводы, в том числе налаживать, конечно, бесперебойное общение с материком. Иными словами, люди, которые там живут, должны быть обеспечены нормальной работой и нормальными условиями для жизни. Нужны современные технологические и организационные решения. Развитие Дальнего Востока – это приоритет работы правительства. Еще раз на это обращаю внимание. Поэтому дальнейшая работа после сегодняшнего заседания, ближайшая, будет продолжена в рамках государственной комиссии, которую я проведу в Якутске в начале апреля. На заседание приглашен один из губернаторов региона, губернатора Мурской области Олега Николаевича Кожемякова. Я потом дам слово ему. И еще одну тему затрону. Мы рассмотрим проект федерального закона об основах социального обслуживания населения. Чувствительная и важная тема. Закон долго достаточно обсуждался. Надо напомнить, что ежегодно социальным обслуживанием пользуются более 34 миллионов наших граждан. Это пожилые люди, это инвалиды, это люди с детьми. И до сих пор эта сфера регулируется документом 1995 года. А проблем в этой области предостаточно. Например, сохраняется очередь на социальное обслуживание пожилых людей в стационаре и на дому. Эта очередь измеряется десятками тысяч человек. Качество услуг – постоянная тема претензий, которые предъявляются нашими гражданами. Ну и та модель, которая существует, она не позволяет удовлетворить спрос наших граждан. Принципиальное повышение качества институтов в социальной сфере – это один из приоритетов, который у нас реализуется в рамках основных направлений деятельности правительства до 2018 года. Законопроект формирует единые требования и закладывает основу для развития отрасли. Он прошёл, как я уже сказал, экспертное обсуждение на самых разных площадках, на интернет-портале Минтруда, на открытом правительстве, в субъектах федерации, в общественной палате. Высказанные предложения в значительной мере нашли своё отражение в законопроекте. Ну и, конечно, очень важным будет мониторинг за тем, как этот закон применяется. Вот, значит, ну и прежде чем начать работу, давайте поздравим Сергея Викторовича Лаврова. Он, хоть у него и день рождения, но пришёл на заседание правительства, сидит тихонько. Сергей Викторович, мы вас поздравляем, желаем вам здоровья и успехов. Спасибо большое, просто не знал, что в день рождения можно не приходить. Спросить надо было. Так, прошу, Виктор Иванович Мишаев. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, во исполнение указов и поручений президента Российской Федерации, положение его послания Федеральному Собранию, решение поручений правительства Российской Федерации по вопросам создания условий ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона, нами подготовлен и представлен проект государственной программы. Действительно, первые упоминания о разработке программы были в 2009 году. Мы получили поручение на его разработку 29 ноября 2012 года. Через два месяца в первом варианте, достаточно срок, но он уже был представлен для обсуждения в комиссии и Министерстве ведомства. Программа должна стать основным инструментом развития макрорегиона. Мы считаем, что задача этой программы не только в развитии региона, как уже было здесь сказано, а также создание условий для развития российской экономики в целом. Создается новая точка роста, я бы назвал это восточным вектором развития российской экономики. Приоритет восточного вектора в развитии российской экономики определен в состоянии мировой экономики на данном этапе. Развивающийся кризис системный в Европе подталкивает Россию, конечно, не теряя своих позиций в Европе, более активно развивает сотрудничество со странами ТР, как наиболее успешно развивающимся регионом. При этом Дальний Восток не должен выполнять роль буфера, а сегодня должен выполнять роль контактной зоны. Дальний Восток должен стать ключевым звеном интеграционных процессов, стать фасадом России в Азиатско-Тихтянском регионе. Но для этого необходимо радикально изменить модель экономического и социального развития макрорегиона. Основной особенностью, характеризующей современное социально-экономическое положение российского Дальнего Востока и Байкальского региона, является несопоставимость потенциальных возможностей и реального уровня его развития. За последние годы достигнут определенный прогресс в развитии. Государственные инвестиции, направляемые в регион в рамках реализации программ развития, принесли свои плоды. Созданные и создаваемые с их помощью транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, способствовали увеличению темпов роста макрорегиона даже в условиях мирового кризиса. То есть у нас мы не опускались ниже темпов роста равных нулёв. В то же время, несмотря на то, что в последние годы темпы экономического развития Востока России выше в среднероссийских, его основные экономические показатели, а также показатели, характеризующие уровень жизни населения, значительно хуже, чем в среднем по Российской Федерации. Слайды 2 и 3. Сохраняется отставание в накопленных темпах добавленного стоимости на территории Дальнего Востока. В 2008 году разрыв увеличивался до 37% пунктов. В результате мощных инвестиций в последние годы разрыв удалось сократить до 13,1% пункта, но при условии сокращения инвестиций разрыв уровня развития будет только нарастать. Основными ограничениями развития региона являются сформированные в предыдущие десятилетия условия развития. Прежде всего, это неразвитость производственной, транспортно-логистической и социальных инфраструктур, где основным фактором является высокий уровень тарифной составляющей в производственном цикле и как следствие повышение себестоимости и снижение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Из-за низкого уровня и качества жизни продолжается отток населения. Продолжается примитивизация структуры экономики региона, закрепляя его в роли сырьевого придатка более динамично развивающихся государств. В разные исторические периоды, на слайде 5 это видно, государством был принят ряд нормативных документов, утверждающих программу развития макрорегиона. Но, как вы видите, на слайде далеко не все и не в полном объеме были выполнены, что и обусловило отставание региона. Представленный проект государственной программы разработан на научной основе. К его подготовке были привлечены специалисты, фонды центральных, центры стратегических разработок, организации Российской Академии Наук, сценарные условия, целевые показатели, индикаторы развития по отраслям, по субъектам и субредионам в целом были рассчитаны Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАМ. Большой вклад в создание программы внесли субъекты региона и коллеги из других министерств и ведомств. В целях реализации поставленной президентом Российской Федерации задачи обеспечения ускоренного развития Дальнего Востока при разработке проекта госпрограммы использовался сценарий, форсированного развития макрорегионы. Определены основные цели госпрограммы. Вы уже, Дмитрий Анатольевич, называли, но я более подробно просто скажу. 1. Сформировать условия для ускоренного развития Дальнего Востока, превратив его в конкурентноспособный регион, с дифферсифицированной экономикой, в структуре которой преобладает высокотехнологичное производство с высокой добавленной стоимостью. Формируя условия для ускоренного развития Дальнего Востока, создать дополнительные возможности для развития экономики России. 2. Кардинальное улучшение социально-демографической ситуации на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, создание условий для закрепления постоянного населения, обеспечения миграционного прироста, прежде всего за счет квалифицированных специалистов, обеспечения на территории макрорегиона среднеевропейского уровня жизни. 3. Предложенный вариант госпрограммы обеспечивает выполнение поручений президента Российской Федерации, решений правительства Российской Федерации по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона, а также обеспечит его опережающее развитие. 4. Проект государственной программы, как уже было сказано, состоит из двух федеральных целевых программ – экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года, социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области до 2015 года, а также 12 подпрограмм. 4. Но я сразу хотел бы сказать, что ФЦП до 2018 года нам и пока не принято. Программа возвращена. Я полагаю, и хотел бы, чтобы это было, нашло какое-то решение, может быть, протокольное поручение, значит, все-таки утвердить его в согласованных объемах. Там суммы несколько иные, значит, но тем не менее там просьба такая. И дальше у нас программы не попали. Значит, это вот как раз то, на чем вы, так сказать, застряли внимание, это модернизация Транссиба, строительство второй линии БАМа и также ряд энергетических объектов. Я просил бы дать поручение, чтобы мы начали работать в этом направлении, причем реализация этих проектов по-хорошему должна начинаться с 2014 года. Распределение ассигнований федерального бюджета в разрезе под программой представлено на слайде его номер 8. При этом 88% расходов федерального бюджета по госпрограмме предполагается направить на развитие инфраструктуры, в том числе 49% на транспортную, 19% на энергетическую, 13% на социальную, 7% на коммунальную инфраструктуру и обеспечение экологической безопасности. Источниками финансирования мероприятий госпрограммы является, как вы уже говорили, Дмитрий Анатольевич, 36% только объем инвестиций, это федеральный бюджет, 61% внебюджетные средства, на долю консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации приходится только 3%. Проект государственной программы структурирован по двум направлениям – отраслевому и территориальному – и рассматривает макрорегион как единый народно-хозяйственный комплекс. При этом территориальный подход обеспечивает формирование крупных комплексных инвестиционных проектов, обеспечивая их создание точек роста макрорегиона. В то же время комплексные инвестиционные проекты состоят из объектов, сгруппированных под программы, сформированных по отраслевому принципу. На территории Дальнего Востока и Байкальского региона планируется реализовать 23 комплексных инвестиционных проекта, которые обеспечат более трети прироста ВРП в макрорегионе. Эти комплексные инвестиционные проекты, для простоты я их буду просто называть типами, станут основными точками экономического роста региона. Совокупный бюджетный эффект от реализации типов в период до 2025 года составит более 5 триллионов рублей, что в 1,3 раза превышает потребность в бюджетных инвестициях, что уже обеспечивает возрастность вложений. Также необходимо отметить, что многие типы имеют значительный инвестиционный цикл, и налоговая отдача от них, конечно, будет за пределами 2025 года увеличена многократно. Реализация типов создает значительный мультипликативный эффект в экономике. В частности, развитие инфраструктуры позволит более полного влечь в хозяйственный оборот минерально-сырьевую базу макрорегиона. И только в рамках минерально-сырьевого кластера привлечь 2,3 триллиона вне бюджетных источников. Только в рамках реализации типов будет создано порядка 200 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. С учетом мультипликатора, занятости в сфере услуг и смежных отраслей промышленности, потребуется создать дополнительно более 500 тысяч рабочих мест. При этом доля квалифицированных работников экономики макрорегиона должна вырасти на 10% и составить 40,7% к 2025 году. При успешной реализации мероприятий госпрограммы, ее целевые показатели в 2025 году в соотношении к 2011 году составят рост совокупного ВРП в макрорегиона в 2,2 раза. Доля макрорегиона в структуре ВВП вырастет до 8,8%. Доля обрабатывающих производств вырастет до 8,3%. Доля макрорегиона в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации увеличится. Сегодня 3,7% вырастет до 4% в 2025 году. Ожидаемая продолжительность жизни увеличится почти на 6 лет. Численность населения макрорегиона должна вырасти на 1,1 миллиона человек и достичь 11,9 миллиона человек. Уровень заработной платы к среднему по России станет выше на 25%. В заключение еще раз хочу отметить, что реализация государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона не только сформирует условия ускоренного развития макрорегиона и комфортные условия жизни на его территории, но и создаст мощную базу для роста экономики России в целом. Мы посчитали, только дополнительный прирост валового внутреннего продукта Российской Федерации составит 0,3% ежегодно, что к 2025 году составит прирост в 2,3%. В деньгах это 20,6 триллионов рублей дополнительно. Представленный проект госпрограммы был обсужден на Общественном совете Минвостокразвития, размещен для открытого доступа на сайте открытого министерства. Проект согласован со всеми субъектами макрорегиона, с большинством заинтересованных министерств. Мы для интереса направили его в различные организации и получали ряд отзывов. Кто нам представили отзыв? Российская Академия Наук, Эспертный Совет рассматривал положительный отзыв, Юрий Сергеевич Осипов подписал. Институт Дальнего Востока Академии Наук, Институт проблем нефти и газа, нефтяная компания «Роснефть» подписал Сечин. Российский Союз промышленников и предпринимателей подписал Шухин Александр Николаевич. Акционерное общество «Роснано» подписал Чубайс. Российская Академия Народного Хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации, Всемирный банк, исследовательский институт «Намура» Японии, Государственный банк развития «Титая», Институт экономической политики имени Гайдара. Это не все представленные заключения, это все положительные, но в том числе там есть достаточно интересные замечания, над которыми предстоит еще работать. Хочу особо отметить, что программа является не только экономическим, но и политическим документом. Планом действия государства на Востоке России наши потенциальные инвесторы и партнеры с большим вниманием отслеживают работу по подготовке программы, делая свои выводы об инвестиционной привлекательности макрорегиона. Проект представлен, прошу поддержать. Спасибо. Спасибо, Виктор Иванович. Присядьте, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, члены правительства, кто хотел бы взять слово сначала? Ну, давайте начнем, как обычно у нас, с Минфина, потом Минэкономразвития, потом другие. Спасибо, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги. Мы программу не смогли согласовать, считаем, что она еще нуждается в доработке. В первую очередь, конечно, речь идет о ресурсном обеспечении. За счет федерального бюджета, как было сказано, предусмотрено финансирование в сумме 3,8 триллиона рублей, что примерно в 14 раз превышает те расчетные возможности, которые мы определили, исходя из проекта долгосрочного бюджета. Кроме того, хотелось бы отметить о том, что в программе предусмотрен достаточно низкий уровень вне бюджетных источников финансирования. Мы, предположим, по развитию транспортной инфраструктуры из предполагаемого объема триллиона 668 миллиардов вне бюджетные источники составляют 21 миллиард или 1,3 процента. При этом даже вне бюджетные источники под программу развития агропромышленного комплекса в 3 с лишним раза больше, чем на транспортную инфраструктуру, и в полтора раза больше вне бюджетные источники предусмотрено привлечь в развитие промышленного комплекса. То есть, как будто транспортная инфраструктура не является приоритетом, и там нет проектов, в которых могли бы участвовать бизнес. Есть, конечно. Кроме того, мы считали, что расходы на программу «Дальний Восток» и «Забайкаль» в первую очередь должны быть учтены в отраслевых госпрограммах. Да, действительно, у нас большая часть таких госпрограмм уже принята, но в этих программах есть нераспределенные ресурсы, с одной стороны. А с другой стороны, мы считаем, что такой приоритет должен быть основанием для уточнения уже принятых госпрограмм, поскольку считаем, что действительно это приоритет развития этой территории. Следующее замечание, которое мы тоже высказывали, это содержащиеся предложения о налоговых преференциях. Они заметно шире, чем те, о которых мы договаривались здесь в правительстве и на совещании специально по Дальнему Востоку под руководством президента Российской Федерации. Они касаются и дополнительных преференций в части налогом добавленной стоимости, амортизационной политики, налогов и сборов, которые выходят за наши договоренности, касающиеся преференции в части налога на прибыль по гринфилдам, налога на имущество тоже по гринфилдам. Поэтому в этой части у нас существенные замечания сохранились. Кроме того, Дмитрий Анатольевич, в программе предусмотрен значительный объем предоставления госгарантии, причем по таким принципам, которые по нашим оценкам приведут к тому, что в конечном счете неисполнение обязательств приведет к обращению к федеральному бюджету за исполнение госгарантии. На наш взгляд, система госгарантии может быть задействована, но в таком формате, что это, по сути дела, подставляется плечо под реализацию каких-то проектов в случае недостаточности обеспечения при финансировании кредитов коммерческих банков и так далее. Госгарантия не может являться замещающим источником бюджетного финансирования. А здесь, к сожалению, именно в таком формате предусматривается предоставление гарантии, поэтому мы здесь сохраняем наши отдельные соображения и замечания. Конечно, основная задача, я согласен, это развитие транспортной инфраструктуры, в первую очередь, трансиба и банда. И именно на эту цель должны быть направлены, сконцентрированы основные ресурсы этой программы. Мы считаем, что сначала должна быть осуществлена расшивка тех узких мест, которые не позволяют обеспечить требуемое транспортное сообщение, поскольку все мы знаем о том, что те проблемы, которые сегодня существуют, они, по сути дела, мешают и товарообороту, транспортному сообщению между Востоком и Западом. Именно сначала, на наш взгляд, необходимо решить узкие места, туда направить средства, причем средства как частных инвесторов, потому что целые ряды отрезков транспортной инфраструктуры могут быть окупаемыми. Это показывает практика реализации такого рода проектов. И, конечно, средства бюджета. Мы считаем, что в рамках программы развития транспортной системы должны быть выделены специальные средства на финансирование столь значимого мероприятия в программе развития Дальнего Востока из Байкаля. Конечно, это должны быть средства институтов развития, безусловно. Но, еще раз повторюсь, и бюджетного финансирования. Поэтому, уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы считаем, что нам все-таки нужно исходить из реалий и необходимо еще посмотреть, поработать программу. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Андрей Анатольевич. Спасибо, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги. Ну, где-то разделяя, может быть, такой пессимизм Антона Германовича, я все-таки хочу сказать, что программа уникальна не только по объему финансирования, но и по масштабу задач, которые она решает по срокам, по охвату территории и так далее. И понятно, что при таких посылках данная программа не может не быть рамочной. И с учетом того, что в сентябре, как предусмотрено проектом протокольного решения, мы снова вернемся к этой программе и ее откорректируем уже с учетом уточнения ресурсных объемов, объемов финансирования, мы ее поддерживаем. Но я хотел бы сказать и поддержать Виктора Ивановича, прежде всего, в том, что все-таки должно быть некое ядро, с которого нам нужно начинать стартовать. Безусловно, это ядро инфраструктурное, в том числе это энергетические объекты. И мы поддерживаем Виктора Ивановича Ишаева в том, что действительно нужно как можно быстрее принять ту программу, федеральную целевую программу, которая является сегодня таким, я бы сказал, операциональным ядром рассматриваемой государственной программы. Да, она стоит достаточно дорого, это примерно 100 миллиардов рублей в год до 2018 года, но она детально проработана, в ней есть конкретные объекты, есть все необходимые обоснования. И в принципе у нас есть все возможности и предпосылки для того, чтобы сегодня нашему решению отразить необходимость принятия этой программы и предусмотреть соответствующий объем финансирования в проекте бюджета 2014-2016 года, который будет, к разработке которого мы уже практически приступили. И кроме того, я полностью здесь солидарен с Антоном Германовичем, то, что надо действительно предусмотреть финансирование развития БАМа и Транссиба. Сегодня пропускная способность БАМа, по оценкам экспертов, примерно в 7 раз ниже того объема грузов, который мог бы перевозиться при наличии, если бы пропускная способность не сдерживала перевозки. Потенциальный объем перевозок груза в год, если не ошибаюсь, составляет порядка 100 миллионов тонн. И без расшивки этого узкого места мы, безусловно, не сможем реализовать крупные сырьевые проекты, собственно, которые составляют такой каркас стратегического экономического развития данного макрорегиона. Проект достаточно дорогостоящий, Минтранс сделал расчеты, они внесены в том числе в наше министерство, но мы считали бы, что уже в этом году нужно начать финансирование разработки проектно-сметной документации. Просто для того, чтобы синхронизировать развитие БАМа и Транссиба с теми задачами, которые предусмотрены в госпрограмме, и вписаться в период 2014-2018 года уже не только с затратами, но и с результатами. Спасибо. Спасибо, Андрей Ромович. Пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы считаем, что программа очень важная и нужная, соответственно, без развития индустриальных объектов и объектов торговли невозможно в целом решить проблему развития Дальнего Востока и Восточной Сибири, но по какой-то случайности мы не были включены в состав исполнителя этой программы, поэтому те замечания, которые у нас есть, которые тоже важно было бы включить в процессе доработки, я бы попросил во втором пункте протокольного сегодняшнего решения включить наше министерство в свой исполнительный. В целом мы программу поддержим. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, поддерживая необходимость скорейшего принятия программы, хочу сказать, что мы всё-таки не по всем объектам транспортной инфраструктуры нашли полное взаимопонимание, но в рамках работы по её корректировке к осени этого года обязательно выйдем на полное взаимопонимание. Но, конечно же, хочу поддержать и Виктора Ивановича, и Андрея Ремовича в части необходимости начала финансирования работ по проектированию важнейших транспортных объектов, в первую очередь БАМа и Транссиба, реконструкции отдельных участков, наиболее ограничивающих сегодня продвижение грузов по этим магистралям, уже начиная с этого года. Что касается проекта протокольного решения, то также, поддерживая его, хотел бы небольшое уточнение во втором пункте, второй абзац, где говорится как раз в том числе и о Транссибе и БАМе, а также строительство и реконструкции некоторых дорог, и упоминается в рамках этой программы дорога Хабаровск-Владивосток, трасса Миссури. Мы проверили информацию, она у нас полностью закрыта, общим объёмом финансирования более 80 миллиардов рублей в нашей госпрограмме развития транспортной системы, тем более, что объекты по программе развития транспортной системы в объёме более триллиона рублей упоминаются здесь в аналитической части данной программы, поэтому просим просто перенести упоминание про эту дорогу в аналитическую часть, поскольку финансирование у неё полностью предусмотрено. Хорошо. Есть ещё коллеги, которые хотели бы выступить? Да, конечно. Пожалуйста, Игорь Иванович. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, после совещания под Вашим руководством, когда мы рассматривали материалы, подготовленные Министерством по развитию Дальнего Востока, мы продолжили споры и по объёмам финансирования, и по тем мероприятиям, которые должны быть включены в эту программу. И поскольку сегодня министром финансов были озвучены те же замечания, которые были представлены и на совещании у Вас, Дмитрий Анатольевич, мы предметно эти замечания изучали и по ним проводили дискуссию. Что бы хотелось отметить? Что к настоящему моменту подготовлен вот этот текст, он изменялся до последнего момента практически, и на самом деле это серьёзный программный документ. И все программы, которые мы до настоящего момента принимали, мы всё же исходили в правительстве из того, что государственная программа к настоящему моменту не является основанием для бюджетных расходов. Это состояние временное. Я надеюсь, что Министерство финансов в течение этого года, 2013 года, проведёт работу и завершит её с тем, чтобы государственная программа вместо ФЦП стала основанием для бюджетных расходов. Пока же мы с вами в государственные программы вносим мероприятия, на которые у нас предусмотрены нашим финансовым и бюджетным планом денежные средства, или таких у нас пока средств с вами нет. Мы имеем вот эти спорные звёздочки, будут, если возможности экономики позволят нам получать дополнительные доходы, мы позволим себе эти расходы или нет. Поэтому вот в том виде, в котором программа существует сегодня, это одна из лучших программ, поскольку она действительно в себя выбрала то, что было уже по другим отраслевым программам предусмотрено и принято правительством, а также те мероприятия, которые исключительно содержатся в тексте только этой программы. О таком подходе мы договорились, Дмитрий Анатольевич, у вас на совещании, вы дали указание, что это не просто компиляция других отраслевых программ, но отдельные мероприятия, и по совокупности это должна быть программа, отвечающая на вопросы и задачи развития этого макрорегиона. Вот докладываю вам, что и по мнению экспертов, и членов правительства, которые принимали в этой работе участие, эта программа таким целям отвечает. По финансированию действительно заявлены очень большие средства, и у нас в настоящий момент в проектах федеральной целевой программы, вот эти две программы, о которых вы сказали, включая программу по развитию Курильских островов, у нас в настоящий момент не предусмотрены средства, в том числе на транспортные объекты, это Транссиб и БАМ. Андрей Ремович сказал, что нам надо порядка 100 миллиардов рублей в год, эти цифры пока Министерство финансов не согласовывает, однако без расходов на то, чтобы и БАМ и Транссиб завершить в 2016 году, мы тогда не сможем и другие мероприятия по программе исполнять. Нам необходимо с вами так предусмотреть средства именно в этих ФЦП, чтобы в 2016 году эти уже проблемы были решены. И транспортная инфраструктура, включая Владивосток-Находку, Хабаровск-Владивосток и Транссиб и БАМ, эти вопросы к 2016 году нам необходимо решить. Дмитрий Анатольевич, я прошу поддержать Министерство и утвердить программу в целом в настоящий момент и в срок до 2 апреля, или какая дата состоится, заседание Государственной комиссии под вашим руководством, чтобы мы, окончательно обсудив и мероприятия этой программы, и доработав уже источники финансирования по отдельным мероприятиям, могли тогда уже решение правительства, вы могли подписать после заседания Государственной комиссии. Но я прошу подходы Министерства и материалы, которые представлены сегодня, одобрить. Спасибо, Игорь Иванович. Так, ну что, да, я помню, просто нужно, чтобы высказались члены правительства, потому что обычно у нас споры не с губернаторами, а между собой, но это, в общем, и нормально. Да, пожалуйста, прошу. Глубоко уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые участники заседания, мы внимательно познакомились с проектом государственной программы, разрабатываемой Минвосток развития России. В ней в полной мере отражены основные направления развития Дальнего Востока, касающиеся модернизации инфраструктуры, создания благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий жизни дальневосточников. Проект госпрограммы обсуждался на Межрегиональной Ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья, согласован всеми губернаторами с рядом корректировок по объектам. Абсолютно согласен с вами, Дмитрий Анатольевич, что для ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона необходимы масштабные как государственные инвестиции средств федерального бюджета, так и частные, которые будут носить точный характер и направлены в зоны роста, обозначенные в госпрограммы, как комплексные инвестиционные проекты развития территории. Однако эффект прямой государственной поддержки необходимо усилить новыми институциональными мерами, имея в виду льготное налогоблажение и доступность долгосрочных заемных средств. Что происходит сейчас? Все мы знаем, что инвестиционный фонд работает с 2006 года с объемом 1 до 2 триллиона рублей. 52 проекта там реализовываются. Из них только три дальневосточных. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан полтора года назад и, несмотря на его докапитализацию с 500 миллионов рублей до 15 миллиардов, институтом развития так и не стал. В основном он работает в сегменте небольших коммерческих проектов, способных выполнить основные условия фонда. Это высокую доходность, быструю окупаемость и двойное финансовое и имущественно-залоговое обеспечение. Только для возврата инвестиций в фонду доходность проекта должна быть более 10%, а с учетом интереса инвестора 30-40%. Конечно, таких проектов на Дальнем Востоке будут единицы. Во исполнение поручения правительства Российской Федерации профильным министерствам были подготовлены изменения в налоговый кодекс в части представления льгот по налогу на прибыль для инвестиционных проектов. Однако, на наш взгляд, законопроект содержит значительное количество ограничительных мер, блокирующих получение налоговых преференций инвесторами. Так, инвестпроект должен существоваться только в формате гринфилд. Но такие проекты, как правило, капиталоемкие, с длительным сроком строительства, в отличие от браунфильд, то есть это строительство прирощенных мощностей на существующих площадках. Там также предусмотрены следующие требования. Земельные участки для реализации инвестпроекта должны иметь общую границу, что при наших территориях неприемлемо, так как сырье может быть в одном месте, а инфраструктура и кадры за 100 километров. Также это один инвестор, один инвестиционный проект, причем без соинвесторов. А инвестиционные проекты по переработке сельхозпродукции вообще не имеют права на льготное налогообложение. Необходимо отдавать себе отчет, что в случае принятия таких изменений в налоговый кодекс крупный финансово состоятельный инвестор на Дальний Восток никогда не придет. Мы сейчас разговариваем с инвесторами, они нам говорят, нам что, продать свои предприятия, уехать, потом по новой регистрироваться, чтобы получить эти налоговые льготы. И введение системы налоговых льгот необходимо прежде всего для тех, кто уже сегодня работает на Дальнем Востоке, знает его специфику, имеет кадровый инженерный потенциал для превращения новых мощностей, модернизации производства при условии сохранения существующей налоговой базы. И здесь можно привести пример наших соседей. Налоговые льготы и доступность кредитных ресурсов позволили быстро возродить старую промышленную базу северо-восточных провинций Китая, где стоимость кредитных ресурсов составляла 0,5%, и только в соседней провинции Холонзиан было создано 28 свободноэкономических зон. В результате был вдоль российско-китайской границы был создан мощный индустриальный пояс, сориентирован на переботку российского сырья и поставку на Россию уже продукцию с высокой добавленной стоимостью. И эти механизмы поддерживаются государственными институтами, что обеспечивает экономическую безопасность Китая. Я думаю, что нам необходимо тоже учитывать и внедрять такой опыт. Как Вы сказали, Дмитрий Анатольевич, для закрепления населения на Дальнем Востоке необходимо выполнить главные задачи – это решить вопросы и с работой с жильем. Последние годы, к слову, надо сказать, начала активно работать программа по переселению из ветхоаварийного жилья. И большую помощь дальневосточникам оказывает Фонд содействия развития ЖКХ. Бессловно, эту программу нужно продолжать. Но есть и другие инструменты, механизмы. Для обеспечения жильем дальневосточникам предлагаем создать Дальневосточное федеральное ипотечное агентство с уставным капиталом средств федерального бюджета. Оно необходимо для реализации специальных программ ипотечного кредитования и для многодетных семей, для молодых семей, для бюджетников, в части удовлетворения процентных ставок и по самому телу кредита, и первоначального взноса, и длительности представления кредита. Этот механизм обязательно нужно внедрять. И еще один вопрос, требующий принципиального решения. Это софинансирование субъектами федеральных целевых программ. Как вы знаете, бюджеты дальневосточных субъектов в большей степени, в большинстве своем глубоко дотационны. И часто нам не хватает средств на софинансирование федеральных целевых программ. Программа не выполняется, деньги становятся неосвоимы, объекты стоят. Предлагаем для субъектов Дальнего Востока снизить размер софинансирования до 0,5% на 5-10 лет в рамках реализации госпрограммы по развитию Дальнего Востока, что позволит нам участвовать в программах, а также исполнять финансоемкие указы президента Российской Федерации. Все эти механизмы должны стать движущей силой нашей программы. И, к сожалению, без этих механизмов программа будет работать только наполовину. Задачи, поставленные и президентом, и правительством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, они могут быть неисполнены. Спасибо. Спасибо, Олег Николаевич. Не могу не согласиться с последним тезисом. Задачи, поставленные президентом и правительством по развитию Дальнего Востока, не могут быть неисполнены. Поэтому пора ставить точку в дискуссии о программе. Я понимаю все сложности, с которыми мы сталкиваемся, понимаю резоны Минфина, в общем, здесь много справедливого, понимаю определенные недоработки, которые существуют. Но если мы не завершим эту работу сейчас над базовыми параметрами государственной программы, мы вообще ничего делать не сможем. Вот Олег Николаевич сейчас правильно сказал, ведь у нас пока ни один институт нормально не работает для развития Дальнего Востока. Вот этот фонд, он же не стал пока институтом развития. Есть какие-то деньги, они выросли, что-то там делается. Но полноценного развития не происходит. Значит, нужно и денег добавлять, и требовать от института, чтобы он работал именно как институт развития. Если это невозможно сделать в рамках, например, Внешэкономбанка, давайте ему другой статус дадим, некоммерческой организации, еще чего-то. Но он должен работать. Теперь еще одна тема, которая губернатором была обозначена, это льготы. Вот мы сейчас с вами создаем некую рамку для того, чтобы привлечь туда инвесторов. Это нужно сделать обязательно. У нас нет возможности там все, так сказать, налоги изъять, наверное. Значит, но льготы должны быть работающими. Это правильно. Если эти льготы просто созданы для того, чтобы отчитаться, что мы там дали определенные возможности для тех предпринимателей, которые хотят начать свой бизнес, Гринфилд создали там, да? А на самом деле это ничего не сработает, то лучше тогда и не заморачивать друг другу голову. Льготы должны быть работающие. Сейчас весь мир этот Кипр обсуждает. Офшорная зона там, не офшорная зона. Ну, значит, рано или поздно со всеми этими делами разберутся, и, надеюсь, решение будет не конфискационным, а разумным и современным. Но если такие страсти там кипят, ну, может, нам подумать, может, нам какую-нибудь зону создать там на Дальнем Востоке. У нас там мест много хороших. Сахалин, Курилы. Заодно, может быть, часть наших денег, которые на Кипре, а также в других почему-то зонах, которые сейчас не упоминаются, понятным причинам типа BVI, Багам и так далее, к нам переедут. Здесь есть, конечно, опасности, связанные с тем, что у нас все там будут регистрироваться, но это уже вопрос законодательной техники. В любом случае нам нужны новые инструменты для развития Дальнего Востока. Просил бы всех членов правительства над этим подумать. Значит, что касается поручений по Транссибу, по БАМу, значит, они должны войти в протокол, все это необходимо еще раз оценить. Мы на совещании, которое я проводил, исходили из того, что это новая программа, это новый документ, а не компиляция каких-то рваных источников. Она таким образом и должна выйти. Поэтому в целом предлагаю программу одобрить, значит, провести необходимые согласования в период до 2 апреля, когда я рассчитываю, значит, что у нас состоится заседание Государственной комиссии по развитию Дальнего Востока, окончательно определиться с источниками, с их параметрами. Если что-то не получится, ко мне приходите, значит, и принять все решения сразу же после Государственной комиссии. Договорились? Все, принято. Следующее. Закон об основах социального обслуживания населения. Максим Анатольевич Топилин. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые члены правительства, законопроект разработан Министерством в исполнении поручения данного по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 25 октября 2010 года. Действительно, он готовился достаточно долгое время. Почему потребовалась разработка нового законопроекта? Во-первых, практика в регионах, которая сложилась с начала 90-х годов, уже достаточно наработана, и ее требовалось обобщить и на ее основе выстроить новые подходы к формированию законодательства в сфере социального обслуживания. Во-вторых, действующие и принятые в 1995 году законы об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации и об основах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в настоящее время не отражают тех изменений, которые произошли в последнее время в российском законодательстве. Это касается и вопросов разделения полномочий по уровням власти и вопросов, связанных с регулированием и регламентацией государственных услуг, вопросы, связанные с развитием некоммерческих организаций и так далее. То есть законопроект предусматривает приведение законодательства в сфере социального обслуживания в неком современном виде. Хотел бы подчеркнуть, что данный законопроект не затрагивает вопросов, связанных с социальными выплатами, он регулирует только основания, порядки и процедуры оказания непосредственно социальных услуг гражданам Российской Федерации, которых оказывается в среднем в год для 34 миллионов человек. Основные понятия, которые закрепляются в законопроекте, это социальное обслуживание, поставщики и получатели социальных услуг, сам термин социальные услуги, понятие трудной жизненной ситуации, вводится принципиально новое понятие стандарт социальной услуги, что позволит на уровне субъектов Российской Федерации, так как это является их полномочиями, ввести стандартизацию и порядки оказания различных услуг по социальному обслуживанию населения. Вводится также принципиально новое понятие – это индивидуальная нуждаемость гражданина в социальных услугах, что позволит в течение времени определенного переходного периода перейти к адресному оказанию социальных услуг гражданам Российской Федерации. В ходе общественного обсуждения, которое мы проводили достаточно долгое время и подключали большое количество экспертов в законопроект наряду с традиционными принципами, которые используются при оказании социальных услуг, были включены такие новые принципы, как социальное сопровождение получателя социальных услуг, принцип максимально возможного продления пребывания получателей социальных услуг в привычной благоприятной социальной среде с тем, чтобы определенным образом помещение в стационарном учреждении стало исключительной практикой, все-таки мы исходим из того, что большинство услуг должно оказываться в привычных условиях на дому, и профилактика трудной жизненной ситуации. Мы также попытались в законопроекте описать эти принципы. Также в законопроекте предусмотрено формирование индивидуальных программ предоставления социальных услуг, которые действующим законодательством не предусматриваются. Это позволит обеспечить как адресность, так и конкретное предоставление услуг для граждан. Ключевой новеллой законопроекта является то, что в систему социального обслуживания включаются не только государственные учреждения, но и организации негосударственного сектора, социально ориентированные некоммерческие организации, которые предоставляют социальные услуги. Индивидуальные предприниматели, благотворители и добровольцы этого в действующем законодательстве безусловно нет. При этом законопроектом предусмотрена возможность компенсации расходов на предоставление социальных услуг гражданину с тем, чтобы он смог выбирать учреждения различной организационно-правовой формы. И это позволит, как нам представляется в перспективе, развивать негосударственный сектор, что является для сферы предоставления социальных услуг очень важным моментом. Также в законопроекте регулируются нормы, которых также нет в действующем законодательстве, и под них регионы должны будут принять до 2015 года соответствующие нормативные акты. Это определение индивидуальной нуждаемости, это разработка индивидуальных программ предоставления социальных услуг, также предусматривается введение информационных систем, которых сейчас не существует. Это позволит сформировать реестры поставщиков социальных услуг, регистры получателей социальных услуг, что позволит также сделать данную сферу более прозрачной и понятной для населения. Также данным законопроектом предусматривается определение подушевых нормативов финансирования социальных услуг, что позволит также повысить качество оказываемых услуг для граждан. Законопроект прошел три раза общественное обсуждение, как вы уже сказали, Дмитрий Анатольевич, обсуждался на сайтах и Минтруда, и правительства. Мы провели обсуждение и получили положительное заключение экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Большинство замечаний было учтено, при этом мы договорились с коллегами из экспертного совета о том, что потребуется их участие уже после принятия закона при подготовке нормативных актов, которые из него вытекают как в целом по Российской Федерации, так и в субъектах Российской Федерации. Законопроект одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии. Учтены замечания, которые высказало государственное правовое управление, имелись замечания Министерства финансов, которые были рассмотрены на согласительном совещании в установленном порядке у курирующего вице-премьера. Принятие закона проекта, как нам представляется, позволит привести нормативную базу в регионах по вопросам социального обслуживания к единому знаменателю, предусмотреть все стандарты, порядки оказания услуг, определить межведомственное взаимодействие между различными структурами, обеспечить доступность и прозрачность оказания этих услуг, начать развитие, как я уже сказал, предоставления негосударственных услуг в этом секторе и также обеспечить проведение независимой оценки качества предоставления услуг и в целом, безусловно, поднять уровень качества услуг для российских граждан. Просьба поддержать данный законопроект. Спасибо, Владимир Анатольевич.